Не запрещать героя. Не знаю, почему не забрали Invictus Gaming. Видимо, у них какие-то свои соображения на этот счет. Но пока что тяжело выделять здесь один или другой пик. Ну, и то, и то смотрится очень даже хорошо. Вот сейчас вопрос будет в том, что у команды Newbie будет на ласт пик все-таки. Я так понимаю, Саленсер это соппортящий, я надеюсь, не мид? Или в мид все-таки отправят его? Саленсер соппорт? Ну да, но я говорю, учитывая, что против все-таки последний бан был Invictus Gaming, Медузу забанили. Так что, скорее всего, еще мидер остался для команды Newbie. Ну и также стоит забанить еще, кто остался у команды Invictus Gaming. Получается... Очень интересный, кстати, выбор Джиганалта на ферст пик. Да, необычно то, что... Ну, опять же, такой кэрри, которого довольно тяжело как-то прямо законтрить в нынешнем мете. Но, с другой стороны, отдали Draw Ranger. Тоже нечасто такое мы видим. Ну да, здесь тоже не поспоришь. Ну что, ждем последний бан от команды Newbie. Что ребята решат забанить? От чего стоит избавиться? Так, не хватает. Ну, какого-то, скорее всего, оффлейнера. Команде IG. По Джиганалта. Акс уже в бане. Ну что-то, что сокращает дистанцию быстро, да, Draw Ranger. Сами забанят. Бетраэдера может какого-то забанить, как вариант. Вот, да, в принципе, хороший. Ну, решат Легионку пока что и убрать в бан. Ну, окей, хорошо. Почему нет, тоже. Хороший герой. Крайне неприятно. Слишком сильный, опять же, с Магнусом. Да, там под бафом Магнуса, конечно, там просто нереально будет. Ну что ж, ласт пик для команды Newbie. Мне просто интересно, если мы будем переходить на полную русификацию. Последний выбор будет для команды Newbie или как? Ну, выбор, запрет, наверное. Запрет, но просто видишь, что по-русски, если смотреть бан пик, бан пик. Русскую локализацию. А здесь, в принципе, уже, мне кажется, эти слова входят в русский язык. То есть это как гол. Да нет, просто на самом деле, к разговору про то, что кто-то там кричит во весь голос, что нужно убирать сленг из киберспорта. Я смотрел недавно трансляцию на том же матче ТВ какого-то там ММА и там всякие шейкдауны и прочие вещи как бы озвучиваются, это нормально. Так что я не знаю, зачем здесь что-то убирать. Ну да, там наоборот переходит. Ну да, то есть как бы это нормально. Есть вещи, которые, я думаю, что абсолютно все способности имена героев и артефакты, это точно без перевода. Вот, а уже какие-то, ну, термины, которые можно заменить, да, их можно оставить. А Invictus Gaming в итоге Offlane Magnus решают сыграть и SF решают сыграть Ньюби. Ну что, SF будет очень силен, если особенно ему сейчас удастся подластидить нескольких крипов, то почувствует он себя достаточно хорошо в плане урона. Но, конечно, против Templar'ки Shadowfiend герой не настолько силен. И было бы у него, наверное, все вообще плохо, если бы не сильный саппорт, который может прийти к нему, Огрмак и... Я думаю, что у Ньюби все должно получиться в начале. Да нет, SF будет попроще, опять же, за счет ауры дровки, все-таки, как-никак, она будет неплохо его апать. И в плане, я не знаю, как именно в личном противостоянии, SF, наверное, вряд ли Templar'ку сможет убить, но в плане фарма проблем быть не должно, по идее. Ну что, ждем, пока игроки разберут своих героев. Я напоминаю, что это только первая карта в формате Best of 2, и впереди нас ждет просто два, две незабываемые карты, я надеюсь, все-таки. Команды такого уровня играют, так скажем, высшего пилотажа. Ну, сколько я понимаю, на данный момент 17 очков у Ньюби и 21 очко у Invictus Gaming, но между ними там порядка четырех матчей. То есть в случае победы или даже ничьей Ньюби... Ну, ничья, наверное, нет, ничья будет удовлетворительной для тех и других, но IG, это, скажем так, не очень хорошо. Но победа Ньюби, это вообще провал для Invictus Gaming. Там классный мув от команды IG, но немножко не успевает они перехватить Кака. Да, увы. И Кака уже успел сбегать, Вижн расставить. В смоках перелегается команда IG, впереди бежит Бобок, у нее уже прокачан телекинез, возможно, сейчас будет какая-то ранняя агрессия. Ну а тем временем команда Ньюби, недолго думая, ставит по Т1 по миду. Не по лицам. Хороший варды поставил Кака, успел поставить, так что его не спалили, и вард поставил у нас XXS. Достаточно дефолтный вард, у нас спаун, ничего такого. Еще один вард ставится в мид. Но об этом варде сейчас могут догадаться, если увидят, что воспускаются. Все-таки на мид нужен вард, как правило? Нет, ну мид, это, мидовые варды, это стандартная уже ситуация на опросе. Они даже в пабах, даже на моем уровне пабов тоже это уже часто делают. Так что ничего страшного здесь нет. Неудивительно. Это, конечно, спрогрессировало жестко. Забирают Templar и SF по руне, отправляются в мид. У Огра с Эленсером, конечно же, Дроу Рейнджер, но и Слардар пока что вниз. Слардар, а, вот тут как, Слардар против Магнуса. Кстати, неплохая линия для того и для другого. Интересно, кто ее отставит лучше. SF будет против Templar и сверху триплан триплу. По идее, Магнусу попроще должно быть. Он в единичку возьмет себе импауэр, и, то есть, проблем у него с ласхитом не должно быть. Единственное, главное не подставиться под какой-нибудь краш, там, если KPI возьмет себе, конечно, пассивочку. Еще там башек прокнет, то это крайне неприятно будет. Я думаю, до шестого левела Слардар особо ничего Магнусу не сделает. Вот под амплифаем, конечно, будет неприятно уже. Ну и на топе интересная у нас расстановка. У нас Бернинг на пару с Кью, здесь фармящий Джиггернаут и триплуба выходит у нас. Рубик также здесь против Фейта, Дровки и товарища Саленсера. Как на нем играет? Грамотное решение в плане того, что БСФу никто не помогал, и здесь придется своими силами. Но, с другой стороны, Аура Дров Рейнджер, она сама по себе является помощью. Ну и посмотрим на верхние линии, наверное. Тут самое главное у нас будет происходить. Да, экшен обещает быть здесь. Но, хотя, с другой стороны, какой экшен с Дровкой? Если только Дровка как-то загуляет и подставится, так-то вряд ли. Там что-то мы увидим. Будет бегать зомби, который будет закидывать вот ДиКей по траву. О, 1200 хп, просто здравствуй, Кью, на первом левеле. Вот о чем мы и говорили в прошлом матче. Просто нереальное количество сил, которую он набрал. Но это единственный плюс на этой трипле, потому что Огр и Саленсер, Саленсер с Глэйвами, Огр со своей вот этой прочностью невиданной, это, конечно, огромные плюсы для команды Ньюби, и, скорее всего, трипла останется за ними. Уже разблочили спаун, маленький для отводов. Ну, тут блочит его Кью, правда, пока что до сих пор не дает отводить, но это до поры до времени. Ну да, в миде у нас более-менее равное противостояние СФ против Тэмпларки. У СФа 9 на 5, у Тэмпларки 7 на 2, то есть тут, в принципе, все нормально. Сейчас еще заберет Кайлами здесь СФчик, я так понимаю, или нет. Или просто держит крепочков, пока что Блайн не запушился сильно. Да. Держит, чтобы не пропушилась линия. Вот сейчас около вышки будет достаточно приятно. Да, продолжают банить у нас сверху, при этом сами там тоже делают отводы. И мы видим, что пока что Джекернаут, конечно, доминирует на Дроу Рейнджер по Крепстату, но это преимущество достаточно быстро можно свести на нет. А на нижней линии, тем временем, я так посмотрел, здесь Слардар разбивал лицо Магнусу, но сейчас ситуация нормализовалась. Ну, Магнусу по Крепам все неплохо. Опять же, взял Эмпауэр, у него в двоечку Шок Вейв, вот, агрессия от Кипяя. Кипяя пассивочку пока не прокачал, у него в двоечку Краш просто. Ну, я бы, не знаю, я бы на единичку взял, мало ли, а вось прокнет. И мы пока отвлеклись, у нас ФБшечка в миде все-таки СЦЦ оказался сильнее, нежели его оппонент в миде на топе. У нас, возможно, экшен будет сейчас, слушай, там, Кью. Пошел Телекинес, проблема у товарища КК. Блэд Фьюри, ДиК сверху, КК Мансит проедает себе путь на свободу и за счет этого выживает. А вот на развороте можно и подраться, пошла Курса, замедляет Бабоку, пошел Игнает, настреливает. Бабоку должен умирать, это 100%, тамба на развороте ставится от Кью. Драка продолжается, у Юнайна теперь проблемы, и так же, как у КК, тамбу поломали. Здесь Фейт принимает лицом, Курса все еще работает на Кью. Там погоните временем за Юнайном, Юнайн Мансит как может, на самом деле, проедая себе путь попутно. КК навстречу, спасает своего кэри, и в итоге получается, что только одного героя потеряли у нас. Ребят из команды, конечно же, IG. Это Рубик. Да, ну хорошо здесь все сделали, Силенсер успевает отдаться на крипах достаточно быстро, чтобы не подошли тиммейты. В общем, ошибка серьезная от Темпларки, то что она отдалась СФу, и сейчас у Шадоу Финда 6 от Друрейнджера урона, еще и 48 своего. Это очень много, и непростительная, может быть, ошибка в такой ситуации, когда СФу некому помочь, да и ей тоже некому помочь отпускать СФу ни в коем случае нельзя. Ну да, у СФу все прекрасно, обузит он рунки, его бафает еще Угрмак. Баунтируна пошла, все прекрасно, здесь забирает нас на ботик EPI себе руну волшебства. Ну а на Тупе у нас, возможно, еще какой-то экшен будет, потому что здесь сейчас Бабоку найдут. Бабоки проблемы могут быть, нужно замедлять его, пошла Курса. Да, Глэйвами настреливает на своем временем товарищ Юнайн, откидали его подачу Телекинезом, Бабоку в итоге выживает, но также больный Бернингу. Ну здесь просто минус все ХП, Варда нету, и сейчас очень битый Рубик, которому, в принципе, можно идти к репам, наверное. С полным успехом. Да, ну и, конечно, вот Слардар Магнус. С одной стороны, Магнус вроде как пробивает БКП, такой бафер очень неплохой, но Слардар, конечно... Проблема у Дровки тем временем на Тупе, это Цепель через Телекинез. Не стоило ей так стоять агрессивно Юнай, но да, здесь как бы Дровка, сладкий пирожок, так скажем, очень легко забрать. Слишком много ресурсов тратить не нужно. Но это первый фраг в любом случае для команды IG, и приятно, что забрали Кора, опять же. На нижнюю линию смотрю здесь, Слардару все тяжелее становится подходить. Ну, конечно, если он стоит на равных с Магнусом, то он, можно будет сказать, что линию эту выиграет. Я не понимаю, почему Слардар пассивочку в единичку не возьмет, вот просто, чтобы она была. Ну, не играет вот так. Тем более, он практически и не бьет по Магнусу, он, видишь, практически не подходит, и, в общем-то, старается действовать на мобиль. Я просто думаю, что под амплифаем, когда прокает башек, там очень много урона вылетает, я думаю, Магнус был бы не рад, он бы и сам бы лишний раз думал, подходить к Слардару к этому или не стоит. Может быть, но вот КП, он такой Слардар до мозга и костей, он не бьет практически сам, он именно настроен на то, чтобы давать стан, давать баф и отступать, чтобы дать потом еще один стан. Так, у нас ССФ подцепление тем временем, проблема огромная ССЦ, хватит ли урона, ССЦ умирает, отлично. Драка продолжается, улетает, в итоге у нас Рубик, хватит ли урона у КК добить Рубика, Рубик выживает, а у КК проблемы, КК умирает, это даблкилл для товарища Темплар Ассасин. ОП, конечно же. ОП под ДДшкой был, так что ничего удивительного, там слишком много урона с руки, плюс 140, это нереально против такого выжить, но это еще, возможно, не конец Бернинг, за ним погоня, но нужно хотя бы тампу поломать. Подходит здесь у нас Кью, но в итоге ничего не стал давать, подрубаются спринты, амплифай развешивается, но дальше агрессии от команды Ньюми, конечно же, не будет. Да, вот так вот судьба Руны решила исход этой драки, забрала ее Темплар, и драку выиграла. Забери ее ИСФ, конечно, совсем другая была ситуация, но увы. В общем, пока что можно сказать, что очень слабые получаются Джиггернаут и Дроу Рейнджер. Вот из плюсов, опять же, в чем плюс команды IG, то, что они пришли в этот реплу и мешают Дроу Рейнджер. Хотя у них и Джиггернаут проседает, но самое главное, Дроу Рейнджер очень медленно получает уровень. А медленно получая уровень, она не может как следует бафать своих рейнджей, получить ультимейт ранний, дать ему действительно много урона. Пока что дает всего 11. Конечно, с ультимейтом там значительно больше урона. Там Бабок сейчас найдут, нужно сбить телепортацию, но нечем. А, улетает Бабока. Можно было, на самом деле, с пульта Рошана. Надеюсь, что он его сагрится на Бабока, но нет. Я его не видел, по-моему, КК, поэтому даже и не понял, что там кто-то есть. Ну что, возможно, выход будет на XXS, а давайте посмотрим. KPI бегает, амплифай нужно накинуть, подходит КК. Мне кажется, спалил его XXS. Или нет? Судя по всему, нет. Пошел нас амплифай, спринт подрубается, но пока что XXS держит позиционочку. Вот теперь точно должен понимать, что здесь кто-то есть, скорее всего. Да, вот он увидел КК, пошел в Ласт Ворд. Наворует руну молчебства и просто уходит. Да, отступает. Сверху у нас продолжает Дру Рейнджер пытаться хоть как-то постоять. Уже одна против троих стоит. Это очень тяжело, конечно. Саппорт совсем ее здесь забросили. Огр подходит. Но Огр сейчас идет интересной очень дорогой. Он просто поставил Вард, да, и понял, что не стоит сюда ходить. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Действительно, Юнайн тоже понимает, что проблема у него огромная будет, что проще отступить и отдать это от Т1. Ну а Т1 будет падать в копилку Айджи без особого сопротивления, я так понимаю, да. Потому что тут будут пытаться напрячь Т1 по миду. Так, сюда летит уже тем временем Бабока. Бабока получает стан, подходит СЦЦ. Курса пошла, телекинезом откидывает подальше Сефа. Бодиблок хорош от Фэйта и, похоже, Бабока приехал, да. Бабока приехал, два интеллекта халявны для КК. Сюда летел тем временем еще и товарищ Зомби, но ТП отменился, правильно сделал. Думаю, его бы здесь тоже приняли. Да, думаю, скорее всего так и было бы. Приходит Магнус на Тер-2. Ну да, с Магнусом здесь не повоюсь. Ну да, тем более, учитывая, что там есть реверс полярити, это плохая идея. Так что лучше не агрессировать лишний раз. В итоге что? На топе забрали IG у нас Т1, но потеряли Рубика взамен на этот Тауэр. Ну, сохранили свой Т1 по виду. На Т1 по виду важно сохранить. Тем временем у КП практически готов блинк дагер. И вот с этого может начаться какая-то агрессия через этого Слардара. Кстати, довольно-таки быстрый даггер, по-хорошему-то. Ну, в принципе, особо ничего себе не купил, кроме Транквиллов, так что. Ну, а что еще с Слардаром? Сейчас главное, опять же, не умереть. Ну, обычно мы видим Слардары, которые, знаешь, страдают, там, покупают талончики, уходят как-то лес подфармливают и так далее. То в этот раз здесь все нормально. Ну что, пришли? Магнус и Магнус тоже очень одетый, в свою очередь. Они стояли на одной линии, даже Магнус побольше. Магнус сейчас может поплатиться за свои жадности, за руну. Подходит сюда на Ставрич Фейт. Прекрасно видит его к рашем, не дотянулся к API и, ну, успел накинуть Аплифай. Но X-XS выбрал правильное направление для Скювера и просто уехал. Да, Магнус красавчик в этой ситуации. Этот фраг был очень важный, потому что это был бы блинк для Слардара здесь и сейчас. Ну, на самом деле, Слардару все равно оставляют нижнюю линию и так или иначе блинк у него появится. Вот как сыграет Кейпи? Просто так с линии уйти ему нельзя, будет очень палевно. Либо он просто купит блинк и сразу покажет, что у него есть блинк и, в общем-то... Да я думаю, это не будет такой неожиданностью. Прекрасно понимать должен X-XS, что ничего не появляется у KPI и рано или поздно он себе купит блинк. Я думаю, как бы здесь не станет прям жутким таким удивлением, прям, оу, ничего себе, у него уже блинк. Знаешь, как говорят, не было бы счастья, да не счастье бы могло. Здесь Слардара, если убивают в такой ситуации, он успевает купить блинк, обычно он реализует блинк очень хорошо. Там к Слардару, тем временем, гости выехали, да, в виде бабоки Бёрнинга и Кью, и, похоже, он приехал, да. Слардар подрубает спринты, но телекинез, умнислыш, реверс, полярите. Все в бедного Слардара вкастовали, можно сказать, что развел на скиллы. Бёрнинг подрубает Блэйд Фьюри, ставится Тамба. Нужно Тамбу поломать, у Бёрнинга маны нет, получается, он станет в лицо. Тамба пала, тем временем Игнает пошел, нужно сломать Хилинг Вард, который бежит впереди. Но до него никто дотянуться просто не может, и он отхиливает все, что есть. Кью выживает, в итоге курса на нем висит, и нужно теперь на разврате бежать там команде Ньюби, потому что здесь уже бабок, и он готов цеплять людей, правда, там нет ресурсов. Нечем бить особо, только сейчас откатится Блэйд Фьюри у Джиггернаута. Ну и в итоге потеряли безвозмездно у нас одного бедного Слардара, на развороте получает очередной стан Кью, но там слишком мало урона залетает, а ты понимаешь, а рейндроп был последний заряд? Вроде как, или нет, или мне показалось, просто как-то мало урона нанесло. Или там первый просто стан, да, в единичку стан. Оп, руна, руну Магнус забирает, успел. Так, вот сейчас видели Кейпи или нет, он с блинком. Магнус тоже с блинком, но блин к Магнусу видели. Ну, у Магнуса нет реверс полярити, так что смысл уже. Так, врыв, хороший на бабоку. Амплифай, еще подцепили Кью, раскастовался там тем временем СС, минус бабока, минус Кью. Ну, окей, это еще, возможно, не конец. Побежал КПА и дальше, но тут нужно... Ну, кстати, Бёрнинга можно напрячь, например. Оп, оп. Ам... Я не знаю, что он ждет. Да, один он ничего не сделает, там Т1 забирает тем временем команда Ньюби полным составом практически. Здесь у нас, смотри, куда сместился Юнайн. Юнайн фармит древних крипов. Ну да, для дровки вполне неплохо. КПА, знаешь, чего ждал? Пока пропадет Хилингвард. Похоже. Ну, возможно, подсветил Бёрнинга. Вот смотри, так и получилось. Лордара убили, он пришел с блинком, и этот блинк реализовал. А отойди он просто на базу. Ну, это было бы палевно. Поняли бы, что он там выносит блинк, ждали бы его. Прикольно получилось. Ну да, 4-5 счет в любом случае. Слушаем, мы такая увлеченная дота, мы даже с тобой на Ньюфорс еще не успели переключиться. То есть, вроде бы 4 на 5, но все равно увлечен. Сэфа бьют в лесах, очень больно ему. Сэфа взрывают. Сэф лопнулся. Да, здесь началась такая. Там КПА еще, возможно, не отпустит. Он юзает краш, но на нем висит амплифай, причем ворованная трубика. Продолжается погоня. Есть у меня слэш от жиггернаута, но там есть блинк, и просто КПА ублинковывается. В это время дровка фармит, ничего не боится, и что-то там ей уже летит. Да, готовый Драгон Лэнс, у Дроу Рейнджер. Ну а там, в свою очередь, выход от IG в мид на Т1. Ну и дефить, похоже, команда Ньюби не будет. Ну пока IG смотрится поинтереснее, прямо скажем, но все-таки Ньюби нужны их артефакты. Нужно дофармить немножечко дровки, Сэфу. Так что ничего удивительного, потому что так сильно страдают. Открыл я графики и увидел, что в определенный момент IG там выигрывали что-то в районе тысячи голды. Вот после последних замесов они снова ведут тысячу голды, вот как раз Тавр упал. Преимущество в их сторону. А вот по экспе все в нулях, так что игра довольно-таки ровная. Вот мы смотрели сегодня игру с Магнусом, который играл против кучи милишников, ему было очень комфортно. Здесь же ситуация совсем обратная, ну не то чтобы обратная, но тем не менее. Слардар милишник, но это такой милишник, который дает станы, сразу убегает. И есть два рейнджа, причем с драгонлэмсами. И в такой ситуации... Бобоке проблемы. Хороший вард стоит тем временем от Ньюби, реализует его на все 100, минус Бобока. Моментально его стерли, да. Хорошо сюда в основу лобс. Товарищ Фейд. Ну и на Рошана сразу отправляются ребята из команды Ньюби. Ну да, под минус армором сейчас должны его просто запоминать очень быстро. Плюс есть Блутласт, который раскидывает Огорна по всем. Плюс СЦС со своим количеством уронов с руки. И бегут. Там была ловушка, знают прекрасно о том, что... Будет забавно, если сейчас будет реверс полярить и к Рашам откидывать с тем временем КПА. Рошан упал, СФ забирает Аегис, пошел Глобал. Тем временем как А на развороте гонят всю команду Айджи. Тем временем и нужно отступать. Отступать и переждать этот Глобал. Тамба хорошая стоит на самом деле, и нужно теперь уходить Ньюби. Ну, как-то обошлось без жертв. Глобал, конечно, психанул. Да. Можно было чуть попозже, наверное, его дать и заманить врага в ловушку. Потому что, честно говоря, по-моему, про Глобал забыли вообще все. Но Рошана забрали, Глобал потратили. Может, теперь ждать, когда этот Глобал откатит. Аккуратненько играть и реализовывать свои комбинации. Главное, что Рошана и Айгис взяли. Ну, с другой стороны, теперь есть сигнал для команды Айджи, что просто нужно идти и продолжать фармить. Не нужно агрессировать. А вот команде Ньюби, безусловно, нужно реализовывать эту эгиду. Побежал у нас уже КПА и спалил стаки, кстати. Говорит, там есть стаки, ребят. Пойдем заберем. Ну, первый Бернинг заберет под Эмпауэром, скорее всего. Да, тут... Он сейчас еще один стак себе хочет сделать. Я так понимаю, да, пошел у нас так ничего не делать. Ему мало этого, то, что есть. Нужно еще. Не успел он сделать, потому что один Громозавр не ушел. Грахозавр, простите, Грахозавр. Грахозавр не ушел. Бунтарь такой, Грахозавр, который не дал. Почему-то всегда есть. Если кто-то остается, то это обязательно Грахозавр. Ну, так. Не знаю, в чем фишка. Раньше еще это было легко объяснить. Желтая ящерица, она кастовала свой спал, она ходила на патрон, она не двигалась. Сейчас это пофиксили, она уже так не делает. Ну, почему-то остается маленькая. Ну, так вот. Грахозавр-бунтарь, так скажем. Он против системы. Идет. Ладно, что там по этому? Давайте пройдемся. Мы видели Dragonlance уже 2000 на руках. У U9 на Draw Ranger. Что там у ССС? Также имеется Dragonlance Яша на руках. У Бернинга, что мне интересно. Давайте глянем. Также Яша 1100 на руках. И у Templar'ки пока что только Блинг. Кстати, Блинг это хорошо. Блинг также есть у XS и можно обрываться нормально. Я надеюсь, что следующий айтон все-таки будет изолятором. Потому что урон все-таки нужен. Но! Но! Команда Ньюби считает иначе. И отправляется в смоках. Хороший скан. XS влетает. Эх! Просто помахал рученьками. Спалил смок в атаку. Все. И улетел. Здорово получилось. Ну и откатил уже, в общем-то, глобал. Теперь после вот этой неудачной вылазки немножко тяжеловато атаковать Ньюби, реализовать свой айгис. Они под вардами сейчас побегут, рассредоточились очень сильно. Но не сказать, что прямо очень много при этом фармят Invictus Gaming. Хотя вот я смотрю на Джаггера, он бегает под Эмпауэром и старательно поднимает нетвор. Ну, опять же, у тебя встроенный БФ практически. Почему бы нет? То есть приятно бегаешь. Бежишь крепочков. Не нужно тратиться на покупку этого айтема. То есть, ну, нормально. Так, тем временем в мид выход от команды Ньюби. Я так понимаю, на Т1 будет по миду. Краш залетает неплохой по Кью. Пошел Игнает. Кью подрубает ультимативную. Пошел Стан. Расстреливает просто Юнайн. Глобал также сверху. Минус Зомби. Но вот Бобок уже далековато. Скорее всего, до него не дотянутся. Или дотянутся? Дотягиваются до Бобоки Бобока. Тоже минус. Неплохо сыгран от команды Ньюби. И Т1 также упадет в их копилочку. Казалось бы, зачем глобал давать? Но КК не видел Магнуса. И Магнус в любой момент не прыгнул. Да, тоже верно. Поэтому на всякий случай подстраховался. Но хочется отметить вот уже урон Дроу Рейнджера, Сефа. Как больно они настреливают. Ну и Амплифай, да, там. То есть никто не отменял. Очень много урона. И ТВР рассыпаются моментально. Не успеют. Хотя, возможно, успеют. Летит сюда 2 ТП тем временем от команды АДЖИ. Трапа взорвалась. Проблемы могут быть у СССР. Но там уже КПА и в хорошей позиции. Дабы подсевить своего хора, если что. Игнайтом откидывает Согар Маг. И в итоге вся агрессия команды АДЖИ захлебнулась на месте. И Ньюби уходит полным составом без потери. Там изолятор появился уже у ОП. Готов он вруваться. И было бы неплохо. Кстати, там Рубикс воровал Энпауру. Потому что на ОП висит Энпауру ворованный. Правда, кончился, я так понимаю, у Рубик уже, потому что его убили. Или нет? Так, СССР. Спалил все это дело. Врыв на СССР. На развороте врыв также на Магнуса. СССР. И к СССР. Пошел у меня слэш все временем по КПА. У КПА умирает. Пошел Игнать также по Бабоке. Бабоку далеко кастует. СССР отменяет каст своего ультимейта. Ну и реверс Полярити по двоим залетает. И, скорее всего, сейчас все будут умирать. Да, моментально минус 2 от команды АДЖИ. На развороте драка продолжается. Но нужно Юнайн уже бежать. Потому что Юнайн очень битый. Зомби на нем висят. Умирает. В итоге также еще на СССР. Здесь взорвали. После Аегиса Шадоу Финда. Убили также Дроу Рейнджер. И в живых остается только один КПА. И это просто 4 в 0 размен. Вот так вот на ровном месте. Без потерь для команды АДЖИ. Да, КП еще и байбокнул. Потратил еще больше долл. Просто нет... Спешил на помощь своим тиммейтам. Ну, в итоге это можно считать минус 5. И Т2 в минус. И заходят ребята из команды АЭДЖИ на хайграунд. И как дефать Т3 непонятно. Потому что глейфа нет. Минус армора много. И похоже это минус Т3 точно. Да, сейчас ресница. Конечно, у нас Шадоу Финд. Ресница Дроу Рейнджер. Но Т3 это не спасет. Да, Т3 падает. Ну, наказали жестко достаточно. Так, КПА неплохо ворвался. Его вывозит. Говорит, ну-ка пойдем поговорим. Глобал тем временем пошел. Проблемы могут быть у Слардара. Но мультикасс залетайте временем в товарищи Джиггернауты. И можно отступать спокойно команде АЭДЖИ. Да, вот Глобал был потрачен первый раз. И наказали за его отсутствие. Сейчас ККП вынужден прожимать второй раз. Чтобы Слардар остался в живых. И сейчас любая проигранная драка может фактически быть концовкой этой игры. Очень тяжелая ситуация у Ньюби. После вот этой проигранной драки. Да, ну что, давайте посмотрим графики. Ой-ой-ой, уже 5000 преимущества по Галде. И за 5000 по ХП. Также преимущества за команда АЭДЖИ. Да, неплохо ребята апнулись после последнего замеса. И мы видим, что Тепларк у нас уже 10 тысяч на Творца с половиной имеет. И 2200 на руках. Ну что дальше собирать? По стандарту, наверное. Критули, возможно, какие-то. Либо же БКБ. Но хотя БКБ тут особо не понадобится, мне кажется. Хотя есть стан Угрмага, есть стан от Слардара. Все. Как бы. Ну и Глобал еще можно. Да, ну вот есть комбинация у Ньюби. Стан Слардара, Глобал. Вот если она есть, они могут атаковать. Если ее нету, ну нужно им быть очень аккуратными. Потому что их уже два раза поймали. Пока Глобал имеется, чувствуют они себя неплохо. Хотя уже появляется Манта на Джагере. Он уже не так сильно боится. Может быть будет даже Манта на УП. Скорее всего БКБ. Ну да БКБшечка, наверное, все-таки неплохо смотрится. БКБ до Криты. Это такой стандартный билд. Но, кстати, Т2 очень быстро рассыпается на боте. И, кстати, на топе успеют еще задефать свое. Хотя там тоже упал уже. Нет, не успеют. Никак. Но Бернинг. У Бернинга, кстати, 3-300 на руках. Не тратит пока денежки. Мне интересно, во что выйдет. Может быть сразу в какую-нибудь бабочку пойдет. Ну или диффуза. Я практически уверен, что диффуз. Да, уже готовый. Сразу ракликом покупает. Ну а теперь есть диффуза. У Бернинга теперь крайне неприятно будет. Не убей. Не убежать будет от этого Джиггернаута. Да, ну и OP делает БКБшечку. Посмотрим, как будут играть. Как сейчас будут проворачивать свои комбинации с Сайленсером. Сэфу нужно что-то дофармить. Возможно, тоже БКБ. Хотя, большой вопрос, стоит ли здесь делать БКБ. Возможно, какой-то статовый билд без БКБ. Он даже решает побольше. Я не обратил внимания, Смоку увидели у нас с нее били или нет. Потому что, по-моему, в районе вот этого варда разбились Смоки. Ну, очевидно, что да. Судя по их траектории. Да, ребята сразу отступают. И, да, скорее всего, не получится никого гангануть. Кавань и IG. Это важный момент сейчас был. То, что они увидели Смок и не попались на нем. Так как можно здесь и игру проиграть. Ну, там, кстати, Рошан появится через 20 секунд. И это уже знак командам, что пора идти за него драться. Неплохую позицию занимает Бобока. Но пока никого не найдет, скорее всего. Также на подсэве есть XXS. Готовый ворваться с реверс полярити. Плюс, кстати, есть форстаф еще сверху у него. Ну и ждут. Очень хочется команде IG сделать пару минусов. И уже после этого только заходить на Рошана. Понятное дело. Ну и пока что ждут свою добычу. Да, ну, Ньюби на опыте. Понимают прекрасно. Они сами так давили LG сегодня с утра. Ну, тут, кстати, хороший опс у них есть. Который показал сейчас, куда отправилась команда IG полным составом. Ну что, пойдут ли Ньюби драться, либо просто отдадут Рошана? Интересный момент. Ну, скорее всего, отдадут. Ну, судя по тому, что не идут, да. Подниматься на эту горку, драться в открытом поле. Не очень приятно. Лучше подфармиться сейчас. Дофармить какие-то арты. И уже дефить на хайграунде. Ну, а там одновременно Смаки с Рауни. Смаки в инвизии бежит у нас. Кстати, Палево такой за ним вард идет. Просто, знаешь, такой... Просто одиночный вард, который бегает. Ты фармишь леса на огре, и тут тебе в лицо выходит вард. Из-за поворота, да. Проспали у нас Ньюби. То, что им сейчас выходит, и сносит бараки. Ну, кстати, да, глифта нет, и барак будет падать очень быстро. Под минус армором, минус первый барак. В позиции находится фейт. Но там размен сторонами, я так понимаю, будет. Хотят как-то разменяться, но, как по мне, это плохая затея. Трэггит со сторонами. Там барак уже полноценно упал, и Ньюби полным составом отсюда просто улетают к себе на базу. Заставив стянуть сюда только упит. Возможно, не проспали. Судя по тому, как действовали, возможно, и не хотели дефить. Но очень легко объяснить, почему. Если они начинают дефить и проигрывают драку, а против Аегиса такая вероятность достаточно велика, они проигрывают игру. Если они отдают барак, но при этом забирают там часть Тир-3, Тир-2, то они, в принципе, по экономике не сильно проседают, да, будут играть без стороны. Но для 25-й минуты, в принципе, задача нормальная. Ну да. Ну что, в атаку теперь сами, похоже, идут Ньюби. Побежал у нас уже КПА на спринтах. На нем есть баф от Огрмага. Ну, я не знаю, но смысл есть ли агрессировать сейчас команде Ньюби, проще пофармить, переждать эту эгиду и уже потом как-то пытаться навязывать драки. Все же, мне кажется, их просто сейчас тут растерзают. Нет, Темпларки, но Темпларк уже сюда идет. Ну, тут Бернинг бежит, у Бернинга есть импауэр, он готов врываться. Есть также диффуза, врыв на Бернинга на развороте. Хотят убить его до прокаста. Соло рип неплохой. Бернинг монтой. Все, скинул себя и просто ходит на Блайд Фьюри. В итоге Бернинг жив, цел орел. И, понятное дело, что команде Ньюби нужно разбегаться. Реверс Полярити залетает в новой СЦ. Глобал сразу на развороте пошел. Оупи под БКБ взорвался. В итоге у нас тем временем СЦ, но он выживает. И пока что живет, но забирает Огрмага, забирает та же Саленсера. Как же месит их этот Бернинг. Бернинг совершает уже серию убийств. Мега килл уже также от Оупи. И это минус 4 в ноль. Даже Аегис не выбили у команды Айджи. Ну вот странно. Вроде бы Ньюби так решили, что нельзя сейчас драться. Потому что против Аегиса слишком большой риск. Не можешь просто ворваться в этого Джиггернаута и убить его. Тебе обязательно навяжут какой-то размен. И при этом идут на нижнюю линию. XXS очень классно наказал. Там казалось, что уже отступают. Но с Форстафа Блинка ворвался. И скорее всего это минус 2. Казалось бы в одного СФ. Но в любом случае там буквально не хватило. Да, я понимаю там 200 хп этому Бернингу. Чтобы его убить до того, как его выхиливать. Но Соло Рип там просто нереальное количество отхилил. И за счет этого он выжил. Ну да, это минус 2-я сторона. Они могли его дофокусить. Но смысл? Они бы дофокусили там Аегис. Они бы попали в еще более печальную ситуацию. Вот вопрос. Зачем вообще было идти драться? То есть можно было спокойно так же вот побегать. Посплитпушить. Там с хайграунда как-то подкидываться и прочее. И прочее. Недооценили способности Магнуса к врыву. Он действительно с очень большого радиуса их смог поймать. Ну в общем теперь будут играть без двух сторон. Ну нет, ну как? Еще стоит барак конечно по миду. Но все же. Слабое утешение. Да, слабое учитывая, что он рейнджовый. Там рецепт на Кирасу где-то валяется у команды Invictus Gaming. Ну понятно же будет Кираса. СФ действительно не стал собирать себе Блокинг Бар. Учитывая то, как происходит эта игра. Ну Блокинг Баром здесь особо не будет. Да, сразу выходить. Но мы не скоро увидим. Да, БКБ тоже не панацея. Действительно здесь слишком много урона с руки. Да и контроль. Из контроля только наверное телекинез и все. Телекинез и реверс полярити. То, которое работает сквозь БКБ. Так что ну... Как-то смысла нет особо от БКБшки здесь. Ну просто в прошлой игре практически такая же ситуация была. Ну там как бы БКБ сыграло в обратную сторону. То есть там если бы не было БКБ, он бы выживал скорее всего и сэф. Но так как он стоял во сне в БКБ, его все били. А тиммейты ничего не могли сделать. Ну и последняя сторона, которую нужно дефить. Надо как-то дефить, да. А Егис все еще есть у Бернинга. Он правда скоро выпадает. Буквально осталось 50 секунд. Я думаю Бернинг понимает прекрасно. Готов это дело разменять. Поставился Хеллинг Вард. Шел Игнайт. Т3. Бафнули ее. Неплохо. Амплифай. Блэйд Фьюри. Наваливает СФ. Пока что неплохо. Бернинг больно. Бернинг. Хеллинг Вард закончился. Но меня интересует товарищ XXS. Да, решает отступить. Просто понимая, что сейчас Аегис пропадет. Команда IG. Что там в курьере? В курьере. Кираса готовая для Бернинга. Сейчас вот как раз вместо Аегиса в себя вложат, наверное. Кираса, Грейвзы. Появляется Линза на Рубике. Ну нужно вот дождаться. Буквально 5 секунд там осталось. Да, даже графики, наверное, не стоит открывать. Пятнашка по Галде. За десятку по XP. Да, вот пропал Аегис. Вложил в себя уже Бернинг к Кирасу. Теперь с этим замечательным айтемом ребята из команды IG готовы заходить на вражеских игр. Сейчас все внимание на самом деле, наверное, стоит следить за XXS. Как он ворвется, все будет зависеть от него. Честно говоря, вот я с трудом представляю, как могут здесь отбиться. Только если IG ошибутся. XXS может сделать хитрый мов, как в свое время делал Супер Олег. Вот здесь вот встать. Ворваться и все сосать. Да, но... Крэзи так любил делать. Так, стан залетает, глобал начинает фокусить. Кака, очень больно, какие плюхи там опья наваливает. Минус кака. Проблемы СС пока что по СС. Глаги пошли, реверс полярити по двоим. Неплохо сыграно. Минус дроу рейнджер, минус лордар. СС пока что один из живых, но это ненадолго. Минус также СФ. Это минус 4 в ноль. Даже Аегис не выбили у нас в Ньюби. И это ГГВП 1-0 в пользу команды IG. Ну, так вот. Да, ну Аегис там не был. Там Кираса была. Да, да, простите. Все, все. Я уже все. Я все думал, что там Аегис заряд. Ну, с 8 утра работают со всеми, бывает. Да, на самом деле, конечно, тяжело здесь было что-либо сделать. Уже затянули до такой степени IG Драку, что Магнус смог ворваться после глобала. При этом затянуть им ничего не стоило. Просто потому, что у них герои так много статов имеют. Ну, посмотрите, Бернинг с Кирасой, Джаггер с Кирасой, Диффузома, Мантой. Глобаловому его не заглушить, даже если у него нет Манты. Он кидает на себя Диффуз. С Кирасой его не зафокусить. О, пи, с БКБ ворвался. Моментально сделал минус Сайленсер. Ну, и Магнус просто выждал момент. Или, может быть.